Вы хотели спросить о наших последних погружениях, как они проходили? Значит, вчера мы не имели возможности сообщить о наших результатах погружений на острове Бразерс, поскольку погодные условия по-прежнему не давали возможности и нормально произвести съемку, и сесть спокойно поговорить, тем более, что первое погружение было, ну, в общем-то, неудачное. Сегодня нас течением вынесло в открытый океан, вернее, море. Под нами была бездна глубиной метров 800, и, скажем так, довольно было неприятно ощущать под собой такую глубину. И мне с камерой и команде ныряльщиков наших, которые тоже никогда себя в открытом море не чувствовали, Ну, в общем, мы спросим, как руководитель группы, который обеспечивал безопасность в данном погружении, почувствовал себя, и какая ответственность вообще лежала на нем во время такого погружения, которое, к сожалению, не было закончено, нам пришлось подняться, вернуться на корабль. Каковы впечатления вот от такого рискованного? Мы, в общем, не совершали таких экстрим-дайвов, а это, в общем, было одно и самое опасное из всех, которые были в этой поездке. Ну, совершенно верно. Подобного экстремального погружения, как вот это предпоследнее погружение, у нас, конечно, не было уж такого радикально экстремального. Но, как я помню, рассказывал из предыдущих информационных блоков, погружения практически у нас все приходили при минимуме при трех-четырехбальном шторме. Здесь, конечно, для того, чтобы рано утром прийти на скопление акул, сделать хорошие съемки, мы вынуждены были порядка где-то в полшестого утра уже сесть в зодиак. С трудом мы в него сели, там вся команда судна буквально удерживала зодиак, придерживала нас, усаживала и прочее. Придя к месту из-за необычайно высокой волны, где-то порядка трех-четырех метров волна, в полном серьезе, я вам это говорю, Зодиак побоялся подойти к рифу близко, потому как боялся, что сводное течение просто накатит его на риф, и, ну, в случае, если двигатель каким-то образом не запустится и откажет, то, конечно, лодки этой просто труба. А я уж не говорю о том, что выйти ему на том скальном участке, ну, просто не представляется возможным. Естественно, мы были выброшены где-то метров 10-12-15 дальше от желаемой точки, и погрузиться должны были сразу, где-то порядка на глубину 35-37 метров. Выбросившись из зодиака, собравшись с группой, мы резко и быстро стали погружаться так, чтобы нас верхнее течение не уносило еще дальше. К сожалению, зависнув на порядка глубине, на 37-36 метрах, мы под собой в течение 7 минут движения, к сожалению, рифа так и не встретили. Под нами была просто абсолютно голубая бездна. Понимая, что нас течение встречное подхватило и понесло, мы уже там прекрасно знали, какое течение в какую сторону идет. Мы были вынуждены всплыть, поднять всю группу. И вот когда мы всплыли, получилось такое, что зодиак, учитывая вот такое необычайное волнение, он отошел от нас метров на 150-200, в ожидании, что мы найдем риф и пойдем дальше уже по течению под водой. Как бы нас там ожидал. И какое-то время нас не видел он. И какое-то время нас просто не мог видеть из-за высоты волн, просто не мог. Но когда вся группа набила, так сказать, свои декабуи, а один из буев вообще просто поддули, закрутили и подняли повыше рукой, придерживая этого, только тогда, придерживая пловца, только тогда зодиак увидел, он, конечно, подъехал к нам с вытаращенными глазами, с перепуга, чего вдруг, от чего, потому что понимал, что идут утром на предельную глубину. Глубина у нас должна была быть не менее 40 метров, 42, даже 43 метра. Ну, конечно, не дальше, потому как все-таки сертифицированная часть наших пловцов пока до 45 метров. Ну, самых уже сертифицированных на сегодня очень много. Кроме того, мы шли на Найтраксе. И мы шли на Найтраксе, совершенно верно. И тут еще и лимит по кислороду, поэтому, естественно, по времени пребывания. Да, вынуждены были мы подняться. Ничего подобного такого, чтобы, ах, наши бойцы на самом деле не испытали. Все прекрасно себя чувствовали, поддули компенсаторы, которые зависли и спокойно ждали, держась в одной группе. Ничего страшного. Ну, естественно, водитель зодиака, он моторист, он, конечно, немножко перепугался. Ну, наш инструктор Хазем быстренько что-то ему по-арабски сказал, он успокоился. Поднял нас всех на борт. Мы, конечно, расстроились. С трудом вышли на платформу судна. Переждали где-то порядка 6-7 часов. И второе погружение у нас уже прошло. Ну, конечно, тоже при волнении, но очень прекрасно, очень шикарно. И нам таки удалось встретить акул. Ну, может быть, не в том количестве, какое мы ожидали встретить их еще утром, но все-таки встретили. Значит, острова Бразерс – это мека дайверов на Красном море. И там всегда постоянно присутствуют течения. И вот на окраинах этих островов эти течения могут в течение дня менять свое направление. Кроме того, в одном и том же месте течение может быть на поверхности в одну сторону, чуть глубже в другую, а еще ниже в третью. А особенно на конечностях островов они могут в зависимости от 2-3 метра в одну сторону можно тебя вокруг одной стороны острова понести, вокруг другой. И в этих местах обычно большие… И даже закручивают. И закручивают, кроме этого. Большие скопления рыб. И, соответственно, это привлекает акул. И вот дайверы-экстремалы такие вот специально стремятся в такие места, чтобы увидеть вот скопление акул, которые там крутятся возле своей пищи, да, возле корма. Естественно, вот считается, что погружение в таких вот условиях, когда разносторонние такие течения и может унести или в одну, в другую сторону, а сверху всегда патрулирует как бы надувная лодка, так называемый зодиак. Если что-то происходит, кончается воздух и так далее, дайверы всплывают. И вот непонятно, он нас может увести в одну сторону острова, в другую, а зодиак может ждать с одной стороны, да, а нас понесло в другую. Поэтому вот всегда такая вот опасность существует. Ну, а в плане того, что сам остров, это опять же вертикальные стенки, очень сильно обросшие мягкими кораллами, невероятно все это красиво. Огромное количество рыб во всяких дырках, шкерах, нишах прячется. А стаи, да. А в открытой воде вот постоянно патрулируют хищники. Это крупные тунцы, барракуды, акулы разные, приплывают манты, которые вот вокруг острова ищут себе такие вот добычу, да, и места, где может рыба как-то себя суетливо почувствовать, и там они ее могут схватить, где-то зажать в какую-то нишу. Ну, конечно, надо отдать уже должное, что уж в последний день нам просто идеально повезло. За ночь полностью убилось море, полностью до нулевого штиля. И последнее погружение, конечно, прошло, и дети смогли наши опять же погрузиться, хотя наши дети такие, что ходили в предельно допустимую штормовую погоду, но тут они уже от радости въезжали до бесконечности. Отходили все шикарно, закончили съемки. Оператор наш просидел, наверное, полтора часа там на радости, что его не задействовали для сопровождения группы. И, в конце концов, прибыв в Хургаду, ну, сначала мы прибыли, конечно, в Марсо-Галеб, нас усадили в автобус, шикарный автобус с кондиционерами, мы спокойненько отдохнули, прибыли, устроились здесь в Хилтон-отеле. Надо отдать должное, что здесь тоже прекрасные бассейны, прекрасный пляж. Ну, здесь уже мы просто отдыхаем, ждем нашего вылета на Одессу. Отдыхаем не просто так. Перед вылетом, перед самолетом положено... Необходимо, да, найти так называемую десатурацию. В общем-то, время мы это выдерживаем, и до полета все будет уже завершено. Мы примерно за неделю совершили 20 погружений. Не менее, побольше даже. Нет, да, 20 где-то, да, порядка 20-19 погружений. У меня получилось... Пару дней шторма у нас по два погружения не больше делали. У меня получилось 10 погружений на Найтроксе, это на смеси, где повышено содержание кислорода. И, в общем, время выдержать перед самолетом положено, да, хорошие сутки нам. Ну, Найтрокс это позволяет закончить раньше рассвещение, так что можете не волноваться, все хорошо, все прекрасно.